Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия в Германии в 26-м году, заявили представители Пентагона на полях юбилейного саммита НАТО, который завершается в Вашингтоне. Такой план и решение придать Киеву партию ударных истребителей F-16 прозвучали на фоне изъявлений, что НАТО хочет сохранить диалог с Москвой и вообще Альянс не видит угрозы в России. Какую стратегию строят при селе? Реакцию в Москве собрал Дмитрий Мазлак. Встретия саммита НАТО отметили трудности при производстве вооружений для Украины. Пентагон и многие оборонные компании признали, что ранние оценки насчет того, как быстро они смогут увеличить производство достаточного для Киева количества оружия, были слишком оптимистичными. Тогда как Москва, цитата, набрала темп в ВПК и это явно пугает страны Альянса. Настолько, что государства Запада снимают с боевого дежурства в своих странах комплексы ПВО и отдают их Украине. Прямо сейчас Россия уже стоит на военных рельсах, когда дело касается выпуска оборонной продукции. Она существенно наращивает объемы производства вооружений, боеприпасов и транспортных средств. На мой взгляд, мы не можем допустить, чтобы Альянс отстал. На саммите решили, что Киев получит еще пять комплексов противовоздушной обороны, а обещанные союзниками год назад истребители F-16 наконец-то направляются в Украину. И, видимо, чтобы соблюсти хоть какое-то приличие, спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, комментируя решение по F-16, заявил, что все это лишь потому, что на Западе, цитата, «никто не хочет эскалации». Ну да, ну да, сказали на Востоке. Сейчас бюджет военного блока НАТО составляет около полутора триллионов долларов. Это с учетом бюджета США. И что касается перспектив, в случае, если президентом Штатов станет Трамп, то в любом случае военный блок НАТО продолжит свою политику по сдерживанию как и России, так и Китая и других стран, которые неугодны им. В своем релизе члены Альянса не стали ничего прятать между строк, как это бывает. Открыта помощь Украине от них, от западных партнеров, продолжится по принципу «с миру по нитке». Соединенные Штаты, Германия и Румыния передадут Киеву системы ПВО Патриота, а Нидерланды и другие страны смогут только компоненты к этим комплексам. Внушительный миллиард долларов – это лишь покрытие сопутствующих расходов к системам ПВО. Хотя, как посмотреть, сам по себе «Патриот» стоит миллиард долларов, а их обещано всего пять. Но и тут Владимир Зеленский дал понять, что все это не совсем тот темп, который был еще год назад. Зеленский заявил на саммите в США, что полученные от Соединенных Штатов танки «Абрамс» оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий в Украине. Кроме того, по мнению Зеленского, западных поставок американских истребителей в 16 в Украине будет мало. Владимир Зеленский в итоге заявил, что дать Киеву Запад должен не 20, а 128 истребителей. То есть ровно столько, сколько вообще есть у партнеров Украины. Но Соединенные Штаты уверены в том, что военной помощи, которую Запад выделяет Украине сегодня, вполне достаточно, чтобы удовлетворить ее потребности. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкин на форуме НАТО в Вашингтоне на полях саммита Альянса. И я также рад сообщить, что пока мы говорим здесь, прямо сейчас идет передача самолетов F-16 из Дании из Нидерландов. И эти самолеты, эти самолеты будут защищать небо Украины уже этим летом. Убежден, этого достаточно, чтобы Украина продолжала эффективно защищать себя от российской агрессии. И в завершение добавлю, шеф самого Североатлантического Альянса, Йенс Столтенберг на саммите в США, уже успел заявить с журналистом, что Альянс сейчас не видит, цитата, «непосредственной военной угрозы со стороны Российской Федерации», конец цитаты, хотя Соединенные Штаты и привели в повышенную готовность ряд своих военных баз в Европе. Об этом заявил генсек НАТО в Вашингтоне. При этом Альянс хочет поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы уменьшить риски и предотвратить возможную дальнейшую эскалацию ситуации, написало агентство Reuters со ссылкой на черновик коммунике саммита. Но видят ли здесь, в России, смену риторики Запада, вот эту осторожность Североатлантического Альянса? Москва, в общем-то, не ждала и не ожидает никаких сюрпризов от саммитов США. Решения, принятые в Соединенных Штатах, будут направлены на эскалацию ситуации, уже заявляли в МИД России. А переговоры с Украиной состоятся ровно тогда, когда к этому будет готов сам Киев, и дедлайнов тут ставить не стоит, заявляли в России. Плюс планы стран НАТО предоставить Украине истребителям F-16, цитата, «это прямое свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны», конец цитаты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Замглавы российского МИД Андрей Руденко, в свою очередь, добавил, что Россия так или иначе обеспечит свою безопасность в связи с решениями, которые были приняты в ходе саммита НАТО в США. Дмитрий Маслак, Егор Кузнецов, CGTN, Россия, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова